Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Найденова, и я инструктор в Центре развития личности Аркана. И сегодня я вам расскажу об одном очень удивительном инструменте, он называется маятник. И я вам покажу некоторые техники работы именно с маятником. Вам нужно помнить о том, что, безусловно, прежде чем начинать любую работу по концентрации внимания, по отсчитыванию информации, вам необходимо быть в нейтральном положении, быть полностью расслабленными, с хорошим позитивным настроением. И только с такими условиями вы подходите к любому считыванию, сканированию. И у вас хорошая концентрация внимания, потому что на предыдущих видеоуроках я вам рассказывала о концентрации внимания, рассказывала о том, как можно сканировать эфирной чувствительностью, астральной чувствительностью. А сегодня расскажу, как сканировать именно за счет маятника. Маятник – это инструмент. У каждого маятника должен быть свой мешочек. Обязательно. Это как домик для маятника. И маятник может быть абсолютно любой формы. Это может быть любой грузик. Это может быть на цепочке. Он может быть металлическим, каменным, может быть деревянным. Самое главное, чтобы у него был баланс. И самое главное, чтобы была цепочка. Цепь может быть 15-20, 10 сантиметров. Как удобно будет вам. Единственное, что когда вы будете работать с маятником, за счет него сканировать, вам нужно будет его класть на стол, задавать правильно вопрос. Но позднее я вам расскажу последовательность выполнения техники. И будете поднимать маятник. Он будет давать определенные импульсы, указывать вам тот или иной ответ. Так вот, прежде чем вообще начать работу с маятником, вам обязательно необходимо быть в нейтральной внутренней позиции. И вам нужно с ним договориться. Потому что первое, что вы должны иметь, это уважение к маятнику. Нельзя его накручивать, крутить, как-то баловаться с ним. Либо кому-то его в руки передавать. Это чисто ваш инструмент, который с помощью импульсов, сигналов будет передавать вам определенную информацию. Вы знаете, чаще всего так случается, что мы и так сознанием считываем импульсы. Допустим, мы настраиваемся на какой-то предмет, человека, событие. И мы уже считываем, мы уже знаем правильный ответ. Но не всегда его можем распознать. И маятник, он очень здорово помогает именно распознать те импульсы, подсознательное состояние, которые у вас возникают. Поэтому он, безусловно, помощник на вашем пути. И с помощью маятника вы сможете достигнуть очень больших успехов, результатов. Но, конечно, когда вы работаете над собой, когда вы доводите свою концентрацию до высокого уровня, то вам не понадобятся никакие маятники, карты, инструменты. Вам нужно будет только слушать себя и доверять тому внутреннему импульсу, который у вас возникает. Но на начальном этапе инструмент поможет вам раскачать себя. И я тоже через это проходила. И с огромным удовольствием и радостью показываю своим ученикам, и сама пользуюсь иногда, если быстро устаю. То маятник очень здорово помогает именно в работе. Значит, как с ним, как его зарядить, как с ним общаться нужно, что нужно для него делать, чтобы он отвечал вам правильно на все ваши вопросы. Необходимо с маятником пожить. Что это такое? Нужно его положить в карман или на цепь повесить в виде амулетика такого. Есть различные маятники, очень красивые. И даже никто не скажет, что это маятник. Подумают, что какая-то подвеска очень красивая. Маятник можно просто носить в руке, можно просто в сумочке, в кошельке, где угодно. Но самая главная задача, вы каждый день, утром, в течение 20-15 минут берете его в правую ладошку и с ним разговариваете. Как это выглядит? Это первое. Вы его берете, вы на нем концентрируетесь. Вы понимаете, что это ваш помощник. Он продолжение тех самых импульсов, которые вы не можете считывать, не угадываете. А маятник, он дает определенный ответ за счет качания. Я потом расскажу вам далее, как маятник должен качаться, когда он говорит «да», «нет», «не знаю», «спросите еще». И маятник, вам нужно на нем концентрироваться 15-20 минут. Где-то 5 минут просто концентрации, а остальные минуты вы должны представлять, как он вам отвечает. Что вы ему даете задание определенное, вы у него спрашиваете о будущем, о прошлом, о настоящем. И маятник вам всегда дает правильный ответ. И вы потом перепроверяете, и все точно складывается, как вам нужно. То есть, получается, за счет своей концентрации, за счет мыслеформы, вы информационно прописываете маятник. Как будто ментально прописываете. Даете такую установку и своему сознанию, и маятнику, что он будет вам отвечать правильно на все вопросы. Самые распространенные вопросы, которые вы первые можете задать маятнику, это «как вас зовут?» Допустим, ставите маятник. И сначала, перед тем, как задать ему вопрос, вы с ним пытаетесь контактировать. Вот, допустим, скажите маятнику, маятник, как ты отвечаешь на вопрос «да», вот вопрос будет «да», как ты будешь отвечать? Опустите его, потом плавно начните поднимать и себе говорите мысленно. Ответ, не вопрос, а ответ «да», ответ «да», ответ «да». Это «как?» И он как-то начинает качаться. Идеальный вариант, если он качается по вертикали, это от меня вперед, то есть качается в таком положении, по вертикали. Это ответ «да». Ответ «нет», по горизонтали качается маятник. Маятник качается по часовой стрелке, это если, не знаю, спросить еще, то есть, допустим, вы у него спрашиваете вопрос такой, ему задаете, а будет вот это, вот это, он говорит «не знаю», значит, он будет вращаться по часовой стрелке. Если он вращается против часовой стрелки, он говорит вам «спроси еще», то есть правильно сформулируй вопрос и задай вопрос по-другому, но этот же вопрос. Это если против часовой стрелки. Итак, вы уяснили, по вертикали это «да», по горизонтали – «нет», по часовой стрелке – «не знаю», против часовой стрелки спросите еще. Но у каждого работа с маятником индивидуальная, и возможно, ваш маятник покажет, что ответ «да» – это качание по горизонтали, поэтому вам нужно к нему прислушиваться. Как это делается? Вы его кладете, потом говорите «покажи ответ «да», покажи ответ «да», как ты будешь качаться, когда ответ «да», и ждете, поднимаете. И, к примеру, он у вас начинает вращаться по часовой стрелке, значит, ваш маятник говорит ответ «да», когда вращается по часовой стрелке. Вы должны с ним пожить, вы должны к нему прислушаться. Представьте, что в нем живет маленький кусочек сознания. Это за счет вашего внимания, за счет вашей установки, за счет того, что вы с ним работаете. И этот кусочек сознания, он вам отвечает на вопросы. Вот этот кусочек сознания, он как продолжение тех импульсов, которые у вас возникают. С маятником обязательно нужно поработать, настроившись на стихии. Как это выглядит? Вы берете маятник в ладошку и настраиваетесь на стихии. Огонь. Представляете, как горит огонь. И когда представили, как горит огонь, представьте, что импульс огня, энергия огня заходит в маятник, как будто маятник впитывает состояние огня, потом состояние воды, потом состояние земли и состояние воздуха. Таким образом, вы свой маятник сдвинете по прошлому, настоящему и будущему. Огонь, земля, настоящая, вода, прошлое, воздух, будущее. Ваш маятник, когда вы поработаете со стихиями, будет отвечать вам на вопросы, касающиеся прошлого, настоящего, принятия решений каких-нибудь, возможно, и будущего. Выбор вариантов, к примеру. Поэтому маятник необходимо, можно так сказать, зарядить через стихии, именно с помощью стихии. Поэтому мы с вами, я вас могу провести туда, в зарядку именно вашего маятника. И это замечательный инструмент считывания информации. Итак, вам нужно сесть удобно, можете облокотиться, если вам комфортно. Маятник возьмите в ладошку и закройте ладошку. Можете две ладошки закрыть, как вам удобно будет. Главное, концентрация на стихиях. Вы даже можете себе, как вспомогательные, взять настройки, зажечь свечку, можете взять, налить в стаканчик воды, можете взять кусочек камешек какой-нибудь, или горшочек с цветами. И можете зажечь аромопалочку, которая дымящаяся такая палочка. Настройка на воздух. Сконцентрируйтесь, выдохните и настройтесь на стихию. Вспомните, как горит огонь, вспомните, как воздух раздувает его. Он горит все ярче, дает тепло, излучает. Можете вспомнить, как свечи горят. Любая настройка на огонь. Почувствовали уже какое-то такое чуть-чуть дуновение, такое состояние тепла, спокойствия. Вот это состояние попробуйте протянуть в ладошку. И вы почувствуете в ладошке пульсацию, как импульс. Передается пульсация, передается состояние, импульс. И представьте, что этот некий импульс, он заходит в центр маятника. А маятник, как губка, его впитывает. Более того, все стихии между собой, они не перемешиваются. Они каждый существуют статично, друг от друга, на определенном расстоянии. Они там не в каше. Они каждый на своем месте. Точно так же попробуйте настроиться на воду. Вода, движение, либо гладь озера, возможно, бриз морской, возможно, океан. Почувствуйте эту силу воды. Как вода смывает, какая вода гибкая. Вода сдвигает в прошлое. И маятник сможет отвечать на вопросы из прошлого. И эта стихия мощная, плавная, такая вязкая. Вот это состояние прохлады, чистоты, гибкости. Поймайте его. И этот импульс из сознания попробуйте в ладошку протянуть. И вы тоже вновь почувствуете прохладную пульсацию. Возможно, вы даже почувствуете, как такая гибкость протекает. Как будто бы действительно водичка льется в область ладошки вашей. Таким образом, вы, маятник, туда закладываете именно состояние воды. Почувствуйте горы, какие неплотные, массивные, тяжелые. Почувствуйте их мощь, структуризацию. Когда поймали это состояние тяжести, структуры, плотности, мощи, вот это состояние цепляйте вновь в ладошку, протягивайте. Вы вновь ощутите пульсацию ладошки. И берете стихии воздуха, настраивайтесь, к примеру, на облака, на чистый воздух лесной. Свобода, легкость, воздух быстро, хаотично движется, меняется. И этот сигнал протягиваете в маятник. И вновь вы почувствуете пульсацию. Таким образом, вы маятник центрируете, можно сказать, заряжаете. И, безусловно, потом вам необходимо с ним в течение недели поработать. То есть, я повторюсь еще раз, вам нужно будет его носить на шее, или брать с собой, или в кармашке носить, и доставать по 15-20 минут на него настраиваться. Где ваше внимание, там ваша энергия. Вот вы настраиваетесь на маятник, и вместе с маятником будет ваша энергия, и вместе с ним будет ваше внимание, ваше сознание. Поэтому очень важно на него настраиваться. Это как кусочек сознания, вы к нему возвращаетесь. И этот кусочек сознания будет вам помогать и на вас работать. Вот увидите. Так, и по поводу информации. Вы, когда задаете какой-то вопрос, первое, что вы не должны делать, так это быть сильно заинтересованы и в каком-то ответе. Потому что этот ответ может повлиять на ваше внутреннее состояние. Еще есть такой момент, когда мы с ребятами на занятиях проходим маятник, то они чаще всего говорят, что когда я ощущаю, что мне очень сильно нужен положительный ответ, я смотрю на маятник, и маятник как будто бы специально начинает раскачиваться для меня. Как если бы я брал и управлял этими импульсами. Так вот, так нельзя делать. Потому что вы должны, первое, быть дистанцированы, абстрагированы. У вас должно быть внутреннее, свободное, чистое, легкое состояние. И вам нужно с маятником поработать немножко. То есть увидеть, как он отвечает на вопросы «да», как отвечает на «нет». То есть понять его, какая у него структура, как он двигается, как его сознание двигается. Если бы у него, к примеру, было сознание. Поэтому вам нужно его поизучать. И вам нужно быть свободными, пустыми. То есть для этого необходимо концентрацию внимания пройти еще раз. И необходимо полностью уйти в такие свободные состояния душевного спокойствия, равновесия. И вам нельзя сканировать, либо что-либо спрашивать, когда вы в плохом настроении. Этого нельзя делать. Ни в коем случае. Потому что любой ответ будет очень болезненный для вас. То есть вы находитесь как оголенный нерв. И вас нельзя трогать в этом положении состояния. Поэтому лучше не садитесь работать с маятником. И маятником не может быть гаечка или кольцо умершего человека, к примеру. Или ребята приходят и говорят, «Ты знаешь, я там, мой дед на войне был, вот пулька». Или там какой-то патрон. То есть это невозможно, так не должно быть. Маятник – это профессиональный инструмент. И, безусловно, не побойтесь потратить на это внимание, усилие. Купите профессиональный маятник, и он будет вам отдаваться с такой же сильной отдачей работать. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы ваш маятник всегда вам отвечал правильно. В любом случае вам нужно и необходимо перепроверять информацию. Сначала берите базовую информацию, а потом усложняйте задачу. И я вас уверяю в том, что он вам поможет. Это замечательный инструмент на вашем пути может оказаться. Поэтому пробуйте, у вас обязательно получится. Требуется только лишь чуть-чуть внимания, чуть-чуть концентрации на нем. Спасибо большое.